здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцать девятом уроке видео курса настройка сложного шаблона лендинг page от а до я мы продолжаем изучать аддоны следующий нас на очереди идет такая сетка система мы с вами уже это проходили это колонки поэтому здесь больше добавить мне нечего и мы движемся дальше следующий идет гладкая прокрутка это мы уже с вами внедряли данные вид в меню но давайте здесь это тоже рассмотрим потому что здесь представлена знаете такой вид что можно еще добавлять а вот такой вот типографию звездочки и кстати не только их то есть давайте рассмотрим то есть это также может быть в любой статье в любом модуле и перематываться может вам куда вам угодно да то есть по странице соответственно здесь мы код не берем потому что здесь он будет вот без звездочек вы переходите в дополнительные материалы находите документ scroll открываете его и здесь я уже для вас подготовил вместе полный код вместе со звездочками значит отсюда вы копируем идем в наш рабочий сайт создаем модуль и добавляем туда наш код через html вот так вот код внедряете вот и что у нас на выходе а получается вот видите у меня здесь стоит со звездочками давай сначала разберемся с типографии то есть как менять эти элементы если вы конечно еще это не знаете переходим значит на сайт демо переходят значит особенности и потом оформление или типография и значит докручиваем до нашего списка и вот здесь у нас идет специальный атрибут давайте например сделаем галочки если вы копируете вот здесь такое слово без точки значит открываем наш код и вот вместо star звезда удаляем и вставляем наш вот этот вот атрибут и ok сохранить обновляем страницу и видим что у нас вместо звездочек теперь галочки ну соответственно как менять текст вы уже должны догадаться это вот здесь вот меняем заменяем на то значение на то слово которое вы хотите видеть то есть видите да вот эти слова здесь уже я не останавливаюсь и давайте как теперь сделать так чтобы они прокручивали нам до нужного места смотрите я создавал html модуль и смотрите позицию него абсолютно другая не а dv1 и несмотря на это он все равно будет прокручивать нам к нужному месту здесь я выхожу мне сейчас нужен идентификатор я захожу в модуль там где я размещал вместе с вами уже вот эти якоря захожу в html и вот мы с вами когда делали меню у нас есть тут вот такие вот якоря так называемый то есть мы копируем его отсюда то есть это аналогичная ситуация как вот здесь вот мы делали с вами d куда прокручивать то есть до этого же места например вам и нужно прокрутить сейчас просто вам для тренировки покажу чтобы вы знали что это все работает перехожу значит в модуль туда куда мы сейчас разместили код и вот находим ах рф ах рф и у всех видите с решеткой p1p1 у нас такого якоря нигде не задано поэтому прокручивать никуда не будет да и сразу же если вам нужно больше таких ссылок якорей то копируйте вот так целиком строчку да вы это уже должны уметь так чтобы вот этот атрибут закрывающий был в конце и вставляете вот так потом меняете здесь и меняете а вот здесь как я это удаляю вот давайте у первого сделаем прокрутку мы меняем якорь убираем p1 и вставляем наш якорь scroll 1 теперь у нас будет прокручиваться до этого якоря и соответственно здесь уже дальше вы без труда сможете назначить путь до нужного места также это место вы помните есть такой документ якорь вы также берете отсюда документ и здесь а уже в стану уставляете например также вот scroll 1 так давайте посмотрим здесь ok и сохранить итак я обновил страницу и давайте попробуем мы назначили якорь для первой ссылки я кликаю и у нас замечательно перематывается до этого абзаца где у нас указан якорь теперь еще один момент что зовут этот параметр ну здесь стоит все правильно смотрите у нас когда прокручивается у нас идет элемент прокрутки до вот этого места то есть тут есть заголовок и идет текст вот это значение если мы будем менять например уменьшать поставим 10 то будет прокручиваться не вот так а например вот так то есть чуть-чуть либо в обратную сторону будет немножко так выше если здесь значение будет больше 80 например 300 так что имейте это ввиду если вам нужно вот здесь вот небольшое опять же небольшой сдвиг прокрутки то это вот здесь вот управляется здесь здесь для каждой ссылки прописано принципе об этом все здесь вот сказать больше нечего здесь уже все и так понятно двигаемся дальше значит я нахожусь в дем на сайте значит иду addons и у нас с вами здесь осталось последние вспомогательные классы здесь идет таблица вот если перевести здесь все предельно ясно и ниже код из всех представленных самое интересное это вот например большой размер сто тридцать процентов здесь все понятно смотрите вот если страницу вас перевелась здесь видно класс большие ниже смотрим класс большие то есть мы копируем вот эту строчку соответственно у нас страница должна быть на английском языке и вот две точки вы заставляете текст и он будет должен быть вот такой большой также интересно здесь например вот этот с подчеркиваем текст давайте его и попробуем он у нас предпоследний страницу переводим опять на английский язык и попробуем вставить в наш модуль захожу в html режим снова строки и например какое-нибудь слово окей сохраняемся и смотрим вот пожалуйста вы видите значит это слово и внизу линия подчеркивающий данное слово здесь все очень просто не вижу смысла дальше здесь все вам показывать просто читаете и смотрите вот здесь результат например текст по центру влево вправо хотя у нас в редакторе все это можно делать мы прошли с вами все дополнения данного шаблона а мы увидимся с вами следующем уроке